проклятие амулета упало собственно просто выходим наш интерпексель данжо мы прохождение у нас берсер продолжается у нас вот такие вот данные способности вот такой вот инвентарь в данный момент мы остались на том что победили босса йогджеву нам наша задача восстановить немножко себе здоровья это можно сделать несколькими способами первый самый простой способ это конечно выпить деле исцеления кинуть под себя семя солнечника также прочитать свиток колыбельный если у вас присутствует состояние сытый либо голоден важно чтобы не истощен потому что у вас тогда свиток пропадет вот так же можно использовать и артефакты например чашу похожий тип будет работать таким же образом так же можно использовать водную регенерацию если она у вас есть но если нет конечно не стоит забираем амулет амулет я еще не закончил отключаем амулет в текущей серии хотелось бы просто выйти с текущего подземелья для этого мы вместе с вами будем выходить так называемое восхождение в идеале конечно покушать но у нас пока а скорость атаки нам в принципе особо погоды не сделает поэтому давайте поменяем местами в идеале конечно покушать давайте перекусим мясо собственно все движим нас спрашивают обновить и сейчас либо продолжить нам говорят что враги будут сильнее мы говорим продолжить и идем двигаемся дальше первый уровень это аский наша задача просто найти переход и для него добежать ну и по возможности выцепить обратите внимание у нас желтый цвет амулет наша задача сделать его зеленым по возможности а собственно вот злобоглаз кандидат на выход как говорится видели сколько урона он нанес на самом деле это было очень смешно а собственно выходим у нас зеленый цвет мы выходим опять же желтый цвет давайте посмотрим как лучше доползти ну через низ я думаю будет оптимальней хотя да чтобы через большую локацию не слепать она не всегда будет продуктивная будет как-нибудь двигаться если вы видите тут проблема и надо идти через центр но через центр идти очень опасно давайте кинем камень обслеживания просто снимем на полу увидим злобоглаза мы его здесь не убьем он нас он нас быстрее убьет здесь сам поэтому мы не сможем с ним драться хотя смотрите мы сможем он 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 Проклятье амулета упало, собственно мы можем выходить отсюда, очень много мобов, прям огромное количество, нас замедлили, очень сильно замедлили, пусть тут еще таракан нас покинул в свое замедление на 6 ядов, тараканы вообще гнилые создания, они постоянно вам будут мешать играть, а сколько бы вы не действовали с ним, они всегда вам будут мешать играть, давайте подождем пока пару ходов по таракану бежит от нас, суккуб, суккуб мерзкое создание, оно вас будет зачаровывать и мы вы ни хрена не сможем и сделать, пока он вас будет зачаровывать, из-за этого очень гнилое создание, ах ты гнида, ну вот они вот такие вот мерзкие создания в этом моде, прям я не знаю, суккубу можно раскайтить, но таракана просто сейчас вот мы выйдем отсюда, потому что нам нет смысла мы выйдем отсюда, собственно у нас три ячейки, которые мы могли с собой забрать и продать, но проблема вновь у нас нет места, давайте включим свет, плюс одно место, это получается два, давайте заберем две брони, например, нам нужно еще плюс одно место где-то найти, где бы нам найти одно место обратите внимание, у нас присутствуют два дрочки, давайте вместе с вами используем, нажмем команду смазать и выберем собственно землекорень, тем самым у нас плюс одно место нарисовалось, посмотрим где у нас находится выход, чтобы двигаться в ту сторону, выход у нас находится в шикарном месте, давайте, это как-то ужасно, то что он к нам пополз сюда, мы не сможем скорее всего здесь победить, потому что он очень плохо для нас стоит, мы будем очень много урона от него получать, поэтому нам нужно от него убегать, у нас нет шансов его победить в честном бою здесь, поэтому просто будем обходить попробуем его одолеть здесь, нам кто-то еще со спины идет суккук, подпинаем этого злобоглаза, но обратите внимание мы уже можем выходить, нам нужно просто чуть-чуть ускорение, ускорение, ну как вы видите, суккук нам гнида и та еще, она нам просто не дает выйти, ну собственно мы почему выходим, потому что у нас зеленый цвет, нам нет смысла задерживаться в текущем уровне, осмотрим у нас просто дорога вверх, прямая, без всяких завихрушек, давайте пройдемся, мы видим то, что собственно у нас мобы к нам не приползли, поэтому нам придется немножко подождать их, собственно видим суккуба, давайте его попробуем убить, он конечно же нас будет пытаться задиспелить, еще один суккуб, давайте его раздамажим, чтобы он не расслаблялся, будем пытаться кайтить суккуба, обратите внимание, ситуация крайне печальная, потому что нас окружили, я забыл, что это может произойти, у нас 5 хп, все крайне плохо, давайте используем зелье исцеления, нас зажали, кстати говоря, убьем одного суккуба, собственно суккуб, проблема суккуба в том, что он стоит неудачно для нас, нам нужно от него избавиться, для этого нужно на него кинуть страх, потому что он еще и настаканный, для нас тут прям все печальнее некуда, ну сколько мы выходим, потому что у нас зеленый след, как вы видите проклятие амалеку зеленый, просто переходим, нам чуть-чуть не хватило для того, чтобы восстановить свое здоровье без зелья исцеления, нас просто зажали, можно было бы конечно выйти и так, но это кольцо нам уже не понадобится, потому что для нас оно бесполезно в данный момент, что касаемо остального снаряжения, ну кнут скорее всего тоже не понадобится, но в теории можно было бы его оставить, возможно какие-нибудь пирания еще найдутся, возьмем с собой еду, потому что еды у нас не хватает обычно, факелы можно было их брать, но сейчас они нам уже не нужны, магическая карта нам не нужна, ментальное зрение нет, очищение можно взять, давайте вместе с вами возьмем очищение, если есть исцеление возьмем его, камень баланса брать в принципе я думаю нет смысла, пускай она защищает как защищает, взять единственную трансмутацию для того, чтобы мы без торговца могли продавать, и собственно можно выходить, единственная бомба еще так же можно захватить и выползать потихоньку, да я думаю мы вот так вот выползать будем, по быстренькому бежим, чтобы не сильно затягивать время, собственно смотрим где у нас выход сразу же, он практически рядом с нами, давайте прибежим, собственно у нас чернокнижник, он скорее всего будет нас на дистанции пытаться убить, как вы видите он нас пытается убить, но по понятным причинам у него это ни хрена не получится, а проклятие амулета упало, мы можем уже выходить, у нас с этим бронелом на нас повесили, из-за этого мы огромное количество урона просто получаем, нам нужно снять бронелом, иначе обратите внимание у нас висит по трёпам, и из-за этого у нас броня плюс 5 стало, вместо плюс 10, как и другое снаряжение, для этого нам нужно его снять, у нас дротики сломались, теперь нам нужно поставить другие дротики, у нас собственно 7 дротиков, мы видим то, что нам просто нужно доползти чуть-чуть вверх, давайте пара ходов подождем, подождали, броня вернулась на исходную по цифрам, собственно мы перебежали, но никого нету, он собственно зареспалнулся голем, голем кстати это очень плохо, но я думаю нам засчитает, его да, нам засчитали голема, мы выходим, смотрим где у нас выход, выход у нас в самой шикарной зоне, но до него ещё надо доползти, собственно ледяной элементарь, мороз, проблема мороза в том, что с ним нельзя драться в воде, иначе он вас приморозит, вас все, вы будете пропускать ходы, там кто-то идёт, непонятно в какую сторону, давайте подождём, это чернок нижний, мы, у нас проклятье амулета упало, но к нам кто-то ещё идёт, но нам этот моб уже не нужен, мы просто убегаем, по понятной причине нам конечно же не дадут этого сделать, но мы будем очень пытаться сильно убежать, собственно важно не поймать лишнюю плюху от чернокнижника, следующий этаж собственно, смотрим, у нас просто нам нужно подняться чуть-чуть вверх, проблема в том, что комнаты не очень, давайте, у нас ещё и чемпион зареспаунулся, чемпион электрического, проблема электрического чемпиона в том, что он бьёт магией, и нам будет в любом случае больно, нам нужно убить ещё одного моба, у нас эти он уже идёт, мы его просто подождём, нет, обратите внимание, он туда-сюда ходит, то есть до нас он не доползёт, собственно это монахи, не монахи, а, обратите внимание, к нам в спину зашли гниды, из-за этого мы очень сильно пострадали, давайте не будем рисковать, выпьем просто зелье исцеления, а, собственно, проклятие амулета упало, давайте возвращаемся, нам опять же чуть-чуть не хватило, кстати вот с той стороны мы не сможем выйти, там ещё кто-то идёт, нам придётся эту всю компанию убить, иначе мы отсюда не выйдем, да, мы отсюда не выйдем, если мы продолжим такими темпами, не используем ужас, очень много урона мы в конце получили, собственно, следующая комната с боссом, для нас в принципе она ничем особо не примечательна, тут идём дальше, собственно, смотрим, что у нас за комната, видим то, что нам, дорога в принципе не плохая в целом, очень много огня, но это, это у нас шаман, проблема шамана в том, что мы с ним не сможем здесь драться, а мобов тут очень много, обратите внимание, у нас повесили уязвимость, мы убили шамана, который кидал на нас уязвимость, тот тоже самый бронелом, только он ещё хуже, он на 33 блокировочку на нас вешает, ну, разработчик в этом вопросе, конечно, молодец, нам скучать не даёт, так, давайте от таракана избавимся, дадим ему сон, например, если у нас он будет сейчас, 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 или лучше нам телепортацию по прямой, да, давайте просто прыгнем вперёд, нажимаем на пластины огонь, можно кинуть под себя любое зелье, давайте, какая жата гнига, ну, я ненавижу тараканов, всех типов, их несколько, они есть во всех практически данжах, это в первом крабы, вот тут в пещерах, вот эти нищеброды, предельщики, у нас есть сон, давайте его отправим, пускай отдохнуть, поспит чуть-чуть, от одного избавились, второй приполз, а что ты будешь делать? мискликнул, вместо того, чтобы уйти, я просто, так, ладно, хорошо, не хочешь по-хорошему таракан, сейчас будешь левитировать, всё, мы уходим, видим то, что проход очень плохой, особенно последняя часть его, очень и очень широкий, избавиться от мобов можно, но их очень и очень много здесь переползёт, особенно в конце, очень много урона прилетает, что очень-очень больно, минус один, замедлим для того, чтобы получать чуть меньше урона, потому что он будет чуть реже бить, стараемся бить его по возможности со спины, обратите внимание, идут два мага гнилых, и нам как раз он с первого выстрела нам кинул ослабление, какая же ты гниль, да? ой знаете, что самое весёлое, что маги должны быть дрещавыми, а они тут чё-то как-то слишком толстенькие, пойдём с левой стороны скорее всего, собственно гнул громила, нам бы в идеале, там видели сколько урона, 28 в лицо, ну как он так ударил-то, блин? проклятье амулет упало, мы можем выходить, перепрыгиваем, выходим, конечно же много мобов за нами бежит, но мы уже вышли, так, 11 этаж, ищем переход, он очень далеко находится, давайте через низ, наверное, пойдём, конечно же нам спокойно выйти не дадут, проклятье амулета уже упало, то есть мы уже можем выходить, но проблема в том, что нам не дадут выйти, точнее, как сказать, нам дадут выйти, но давайте это и сделаем. Убили одного, приняли замедление, убили второго, подобрали дротик. маг, это усиленный чемпион красный, это самый опасный из чемпионов, которые присутствуют вообще. Видели сколько раз я по нему попал, от слова совсем ни одного, ну это просто какой-то трендец, я честно не представляю, как играть против других типов чемпионов, потому что ну это просто смешно. Причём это даже не чемпион был, это просто обычная летучая мышь, по которой мы даже попасть не можем. Собственно переводим дух немножко, восстанавливаем, как говорится, своё дыхание. Восстановили дыхание, перезарядили палочки, перезарядили палочки, перезарядили собственно доспехи, бежим дальше. Собственно локация тюрьма, смотрим куда нам надо идти, идём через правую сторону, собственно тут наш страж присутствует, ну мы с ним драться не будем, мы просто его подстолкнём. Проклятье амулета упало, мы можем выбегать. Смотрим, как тут лучше дойти. Тут конечно локация ужасная, скажем честно. Давайте пойдём через верх. Ага, тут ещё и проецирующий чемпионы электричества. это плохо. Давайте подождём его. Меня больше всего радует то, что они по мне попадают. Собственно мы уже прибежали, но мобов вы по дороге не встретили. Что плохо, у нас собственно вор, замедление. У нас кнопку луну заспиздили. Проклятье амулета упало. Кнут. Скелетом драться сомнительное решение, поэтому давайте забираем свой гнут и уходим отсюда. Спасибо, что подтянул. Собственно седьмой этаж. У нас висит замедление передвижения. Эффект покалечен. Скинем его, чтобы он не расслаблялся. Самая простая дорога конечно же вверх. Как вариант можно за неё и доползти. Мы пойдём по длинному пути, чтобы у нас была возможность часть мобов хотя бы попытаться убить. Но мы, я вижу, что у нас тут идут мобы уже. А, непонятно в какую сторону. Нет, видите, мы уже прибежали. Что-то никого не видно. А скелетов лучше подталкивать, потому что с ними драться сомнительное решение. По крайней мере, что-то как-то особо желание с ними драться нет. Обратите внимание количество скелетов, которые здесь. Нам нужно как минимум одного убить, а лучше столкнуть в пропасть. Но из-за того, что они очень плохо стоят, мы не сможем никого столкнуть в пропасть. Скинули чемпиона и в принципе можем выходить, потому что чемпион был один из самых опасных из этой компании. Выходим. Ну, у нас шестой этаж собственно. Смотрим. Дорога у нас только вниз, потому что у нас ближайшая цель, но у нас в принципе не самая плохая расположение. Давайте ее подождем мобов. Конечно, тут огненная ловушка. Давайте ее за диспелем, для того, чтобы она просто нам не отсвечивала. Огненная ловушка, диспел. Убрали ловушку. Видим, что тут скелет присутствует. В диалете, конечно, скинуть. Потому что со скелетом драться, особенно на выходе, такое себе удовольствие. Подтолкнули вора. Скелета, кстати, тоже лучше подтолкнуть. Потому что он взорвется и начнет вам огромное количество урона. Вам это, как и мне, я думаю, не нужно. Нам нужно как-то каким-то невероятным образом его расконтролить так, чтобы он свалился в пропасть. Но ведь он не хочет сваливаться в пропасть. гнида такая. Проклятье, амулет упал, но у нас блокирует скелет. выход. Нам нужно его убить обязательно. Замедляем его для того, чтобы он меньше урона нам наносил. Убиваем. Собственно, выходим. Собственно, пятый этаж, этаж с боссом. Восстанавливаем все свои статы для того, чтобы последние пять этажей по-быстрому пробежать, чтобы все значения магии, значения доспехов восстановили. Собственно, наш персонаж еще даже проголодаться успел зачем-то. Собственно, у нас присутствует один золотой ключик. Давайте заберем то, что-то присутствует. Для того, чтобы забрать текущую комнату, вам нужно использовать зелье левитации. Две штуки. Но у нас их ни одного нет. Кстати, мы не сможем забрать ее. У нас вообще левитации нет от слова совсем. Давайте вместе с вами посмотрим, сможем ли мы это сделать. Нет, мы скорее всего не сможем это сделать, у нас нет левитации. Да, у нас левитации нет, у нас есть телекинез, но мы соберем все ключи единственно с помощью телекинеза. Давайте это сделаем. А левитации у нас нет. Жидкий металл. А телекинеза у нас нет. Есть, вот он. Есть. Но опять же, видите, чуть-чуть нужна левитация, но у нас ее нет. Альтернатива левитации, по сути говоря, есть альтернатива левитации, но проблема в том, что у нас очень много камней уйдет на это. По идее, можно через камни перемещения, но я боюсь, что мы не приземлимся. Плюс у нас зеленый свет этого выпадет. Давайте попробуем все-таки. Используем камень перемещения. Нет, смотрите, нам повезло. Забрали один свиток, забрали второй свиток. У нас три камня перемещения, собственно. Мы как раз сейчас их три и используем. А камни перемещения, чтобы вы понимали, делаются из свитков телепортации. На самом деле, свиток телепортации это, по сути говоря, рандомная магия. А камень перемещения это более полезно. Это, кстати говоря, пылающий чемпион. Это один из самых опасных чемпионов, с которыми мы могли бы здесь столкнуться в замкнутом пространстве. Для нас это, конечно, откровенно плохо. Но мы его все равно обхитрим. Мы, кстати, можем, скорее всего, перепрыгнуть. Да, мы смогли перепрыгнуть. Ну, кстати, есть алхимик. Давайте добежим. А, у нас краб еще здесь присутствует. Замедлим краба. Урона, конечно, по крабу проходит еще копейки. Мобов очень много. Мух, конечно, очень сильно мешает своим присутствием. Избавились от одного краба, тем самым мы облегчили проклятие амулетом, тем самым мы можем выходить. Давайте так и сделаем. Ну, просто паровозиком всех протащим за собой и выйдем с текущей локации. Собственно, смотрим, где у нас переход. Мы его нашли. А, он вверху у нас получается. Ну, отлично. Давайте пробежимся. Самое веселое то, что наша броня расталкивает могов на 4 клетки, на 5 клетки, то есть мы, по сути говоря, можем за счет отталкивания просто всех раскидать. Что мы, собственно, сейчас попробуем сделать вместе с вами. Одного столкнули. давайте подождем второго. Нажимаем на замедление. Так же. Подтолкнем его, пускай летит. Пускай левитирует. Отлично. Второй этаж. Собственно, смотрим, у нас достаточно большая комната здесь. Пойдем через верх, чтобы у нас была возможность пробежать текущую локацию. У нас тут гноу разведчик, который в воде нам будет пытаться много урона нанести, но у него это не получится сделать. Проклятие моли, это уже упало, то есть мы уже можем выходить. Собственно, это сигнальная ловушка. Нам она, в принципе, не актуальна. Последний этаж, в принципе, проклятие моли, это можно не снимать. Ну, так чисто для галочки, как вариант, чтобы оно не расслаблялось. Давайте парализуем крысу, для того и нанесем ей большой урон. Парализация на полтора хода у нее получилась. Удары о стены мобов, это очень крайне эффективный способ. Это работает, собственно, на ударах, ну, то есть на палочке взрывной волны, если вы отталкиваете, собственно, вот на прыжках, вот как видите, работает. Парализация все-таки это удобная вещь, на несколько ходов вы просто можете убить. Особенно если моб парализован, вы, по сути, большинство мобов сможете убить, пока они парализованы. Собственно, змею по понятным причинам мы только магией будем убивать. Ловушка для нас тут будет бесполезна, потому что ее эффективность ослаблена. Крыса альбинос, она всегда дает, она вас кровоточить заставит, то есть она вас вешает кровоток и оставляет кусок мяса. Собственно, у нас проклятие амулета упало. Собственно, мы просто выходим. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok